доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити уважаемые видео слушатели моего канала и я должен сказать следующее сегодня пятница и я устал на протяжении этой прошедшей недели у меня были консультации приемы чуть более десятка и с ужасом в конце недели в пятницу я обнаружил одну интересную вещь ужаснулся этой вещи и решил записать это видео в пятницу рабочий день утром одним словом прошло более десятка консультаций и в семи консультациях я специально это подсчитал люди приходили ко мне там возрастная пара уже где-то мы ближе в 60 приходила молодая пара людей приходили отдельные люди и вы знаете в семи случаях люди упоминали о том в процессе разговора какого-то объяснения проблем психологических там семейных отношений каких-то там детско-родительских и так далее люди упоминали о том что они имеют кредиты и вот это слово кредиты звучит вот в этих чуть ли не каждый день чуть ли не в каждом психологическом запросе на консультацию звучит проблема какая-то и рефреном проходит проблема кредита и я устал от этого то есть этому не учат в школе этому не учат в институте но смысл остается прежним нельзя дорогие мои коллеги видео слушатели брать кредиты это вы копаете себе могилу с этим связана масса психологических проблем разлад семье денежные проблемы отношения между людьми и так далее и тому подобные вещи я не буду вдаваться в конкретные подробности вы лучше меняете подробности знаете вот и на данный момент вы видите на своих экранах такие вот интересного такой интересный коллаж и смысл очень прост у нас существует стране два самых бандитских банка бандитских самый бандитский банк это теньков и второй а может быть первый самый бандитский банк это сбербанк российской федерации это те организации которые видны кредиты под бешеные проценты чего не делают на западе то есть если сбербанк на западе какой-то кредит на ипотеку предположено приобретение жилья это порядка полутора-двух процентов если она выдает такой кредит на покупку квартиры и ипотечный кредит машины неважно чего значит сбербанк уберет кредит от 20 21 процент 22 процента грабительский но это частности это конкретика а видео мы пытаемся на же психологи пытаемся вообще можно пойти взять микрокредит можно пойти взять под грабительский кредит банки тенькова но это вообще бандиты это голые бандиты точно так же как голые бандитом был голым бандитом является сбербанк быстро деньги там деньги всем и так далее микрокредитные организации под 50 процентов годовых они дают или месячных процентов ну вы лучше меня знаете все эти обстоятельства своих знакомых родных может быть сами попадали в такую ситуацию я хочу только сказать так все это является копанием могилы самим себе каждый кредит это смерть это смерть вашей семье это смерть вашим близким родственникам детям вам самим это прямой путь в ад ни в коем случае этого делать нельзя надо жить посредством я понимаю что существует вы будете смеяться как-то описываться под комментариями под этим видео что существует ситуации безвыходная ну предположим до смерть близкого родственника денег на похороны нет или допустим сломалась посудомоечная машина все-таки это не необходимость такая уже некая роскошь да но тем не менее в любом случае жить надо посредством если в конечном итоге рассуждать думать как следует и взвешивать свои поступки дела вы поймете что надо иметь как говорилось и сталин тройной контроль тройной контроль за тем как вы живете у вас должны быть деньги где бы вы не работали там рабочим ли там инженером среднего и высокого длина надо понимать что всегда должны быть деньги которые позволят на следующий день после того как вам подходит жена и говорит у нас сломалась посудомойка муж должен взять одну третью часть однокопленных средств на следующий же день купить и новую посудомойку чтобы семья не разваливает примитив вообще то есть я полный бред несу но смысл-то в том что всегда должны быть какие-то накопления чтобы могут можно было решить там какие-то текущие внезапно возникшие проблемы но ни в коем случае не кредиты да я знаю что все закредитованы 90 процентов граждан российской федерации всегда берут кредиты той или иной степени но существуют и люди в частности мой собственный пример с кредитами связываться нельзя никогда не беру кредиты живу по средствам зарабатываю соответствующим образом трачу заработанные на деньги но ни в коем случае не становлюсь кому-либо должным быть должным это путь первый шаг первый штык лопаты в могилу грубо говоря ну еще раз подчеркну бандитский банк это сбербанк его кредитами безумными с его отношением вообще безопасности денежных средств смысл всех этих организаций по крайней мере банков том чтобы хранить наши деньги банки начинают вмешиваться во все во все во все то есть им надо там все показать все рассказать о себе выдать всю личную жизнь чтобы значит получить какую-то поддержку ну и так сотрудники банка сливают базу данных личную персональную информацию человеке это происходит как в кимкове сбербанке не думайте что я говорю только об этих банках существуют такие банки как втб нисколько не лучше это бандиты на большой дороге не связки с тенями вокруг нас и пытаются всеми возможными способами нас обмануть обдурить выманить наши деньги заработанные с большим большим трудом ну я уже не говорю о микро кредитах это бандиты чистый вот это самая низкого пошиба бандиты а сбербанк и тинькофф втб еще какие-то банки они маскируются под приличные серьезные организации с большим доходом но суть от этого не меняется это пандитизм это значит воровство это смерть вашей жизни люди приходят на психологическую консультацию говорят о том что у нас какая-то такая проблема мы пытаемся ее разрешить как в рамках консультации да и все равно люди сообщают но у нас еще кредиты и вот с этим связано еще то-то 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 и это усугубляет нашу ситуацию я устал от этой ситуации я всем своим знакомым коллегам говорю об этом постоянно меня не могут перископ переспорить потому что я всегда нахожу доводы в ответ когда мне сотрудницы говорит а как же без кредитов когда у меня там сломалось что-то или ненужная когда там швейную машинку я пошла и взяла кредит ни в коем случае кредит это смерть смерть это кредит то есть это слова однокоренные ни в коем образом они не должны присутствовать в нашей жизни обходите стороны эти самые организации банки в сбербанк не заходите к ним вы должны понимать что это просто человек который маскируется под приличного на самом деле это бандит в маске который с дубиной на дороге и пытается вас оградить вот этому надо учить детей тоже школе в институте еще как-то доносить до них эти моменты и жить соответственно вашим расходом зарабатывать любым образом деньги складывать себя учиться занимать хорошие должности делать нужно для людей дело и соответственно получать за это деньги не связаны с кредитами умные люди богатые люди для них кредиты это смерть они это прекрасно понимают поэтому они богаты для организации для юридических лиц тут совсем другое дело бывает необходимость перекредитоваться еще как-то закрыть один кредит другим кредитом кстати люди физические лица тоже также поступают есть один кредит не могут расплатиться берут второй кредит вторым кредитом расплачиваются с первым и все глубже и глубже копают себе могилу в конечном итоге неположительным ужасным результатом своей текущей жизни то есть рушатся семьи рушатся взаимоотношения страдают дети страдают здоровье и тому подобные вещи происходят вот такое видео эмоциональное в пятницу первые полуни дня после более чем десятка консультаций психологических консультаций в которых около семи консультаций в той или степени затрагивали проблему кредитования займов различного рода и так далее это ужасная ситуация идет это все от государства телевизора который промывает нам мозги и так далее постоянной рекламы но поверьте мне поддаваться на это все нельзя кредиты это смерть банки это бандиты на этом все благодарю за внимание и удачи вам